Электромобиль Электромобиль будет массово расширяться, когда будет, к примеру, на магистрали международных, когда будет стоять электромобильная зарядка. То есть электромобиль будет массово тогда, когда ты сможешь доехать из любого города, не напрягаясь абсолютно. Например, Москва-Петербург, 750 километров, должна стоять зарядка посередине быстрая. Быстрая зарядка, хотя бы минимум от 150 киловатт, чтобы она заряжала. То есть ты приехал, полчаса, 40 минут, час, как, в принципе, на обычной зарядке, если очередь, все, ты поехал дальше, доехал свои километры. Пока этого не будет сделано, электромимизации общей не будет. А что касается производства, да, и так и есть. Производство электромобилей сейчас, на данный момент, оно больше загрязняет окружающую среду, чем производство автомобилей с ДВС. Если рассматривать именно как для окружающей среды, электромобиль безопасный или нет, то они только по большим пробегам. Эксперты даже сравнивали, смотрели, то есть Toyota Corolla брали, либо Tesla Model 3. Карбоновый след и влияние на окружающую среду Tesla Model 3 при производстве обходится больше. Но после, не ошибусь, после трех лет эксплуатации, электромобиль выходит, например, мало того, что он выходит с дешевле, он еще, получается, наносит как можно, меньше вреда наносит именно после трех лет. Toyota Corolla больше. Соответственно, это выравнивается именно только в процессе эксплуатации. Но, опять же, это тогда было сравнено, когда электромобилей было мало. Когда их станет больше, это будет чище. Но к тому времени, скорее всего, что-нибудь придумается, чтобы сделать процесс производства либо самого электромобиля, либо аккумуляторной батареи чище для окружающей природы. Вот как Сергей говорил, что может быть придумать какую-нибудь новую технологию, либо внедрять что-то известное, что может просто уменьшить вред именно на окружающую среду. Продолжение следует...